Привет! Это IT News, новости из мира хай-тек. С вами Диас Иркинов. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Кроме того, президент России поручил обеспечить поддержку развития рынка отечественных видеоигр и игровых сервисов, привлечение инвестиций в их разработку, повышение конкурентоспособности российских разработчиков видеоигр. В одном из крупнейших интернет-архивов мира Wayback Machine обнаружено огромное количество старых игр и приложений для iPhone, сообщает Eurogamer. Это архив объемом 1,2 терабайта сервиса TES Flight от Apple, который позволяет разработчикам делиться бета-версиями приложений. Многие старые версии обнаруженных приложений уже давно недоступны для скачивания самого TES Flight. Они относятся к периоду с 2012 по 2015 годы. Среди обнаруженных файлов, которые можно успешно выгрузить из архива, прототипы и бета-версии игр и приложений, которые в результате так и не вышли в публичный доступ в App Store. Например, в Wayback Machine есть неизданные версии Angry Birds, Obama Graham и Temple Run. Энтузиасты уже собрали список обнаруженных приложений в удобный формат с возможностью поиска того или иного файла. В архиве 2015 года насчитывается более 76 тысяч игр и приложений. Утечка могла образоваться из-за неправильно настроенного облачного хранилища, так как ссылки на Wayback Machine включают упоминания сервисов Amazon CloudFront и S3 для Amazon Web Service. Кэш был выгружен в интернет-архив в марте 2015 года после закрытия старого сайта TSFlightApp.com компании Apple, которая приобрела компанию в начале 2014 года. Тогда сервис позволял тестировать приложения как для iOS, так и на Android. Чек, подписанный сооснователем Apple Стивом Джобсом, на сумму 4 доллара был продан на аукционе RR Auction. Ожидалось, что чек продадут за 25 тысяч долларов, но конечная цена оказалась гораздо выше – 46 тысяч 63 доллара. В последние годы тенденция такова, что памятные вещи, связанные с Apple и Стивом Джобсом, продаются на аукционах все дороже. Чек датирован 23 июля 1976 года, когда Джобс и Возник работали над своим первым компьютером Apple I. Чек был выписан компанией RadioShack, которая занималась продажей электроники. Возник еще в подростковом возрасте купил микрокомпьютер ТАРС-80 от RadioShack, который превратил в синий ящик нелегальное устройство, которое могло совершать бесплатные междугородние звонки. Именно синий ящик стал поводом для сотрудничества Джобса и Возника. Они начали заниматься его производством вместе и смогли продать 200 устройств по цене 150 долларов каждый. Позже Джобс сказал своему биографу, что если бы не синий ящик Возника, то не было бы и Apple. Субтитры создавал DimaTorzok